День добрый, уважаемые коллеги. Разрешите вашему вниманию представить доклад, тема которого звучит как стереотоксическая пункционная криоабнация опухолевых поражений костей. Начну я с краткой классификации. Всем известно, что опухоли костей условно можно подразделить на злокачественные и доброкачественные. Причем злокачественные опухоли можно подразделить как на первичные и на вторичные. Общепринято, что к первичным опухолевым поражениям костей можно отнести опухолевые поражения злокачественного образования, которые происходят непосредственно из тканей, составляющих кость. Как правило, группа пациентов составляют лица молодого возраста, мужская половина населения. И выбор лечебного пособия в отношении этого опухолевого поражения достаточно давно-давно отработан и включает в себя хирургическое лечение, как правило, с неодювантной, дювантной химиотерапией, лучевое лечение. И выбор этого пособия зависит исключительно от результатов исследования, гистологического исследования биоптата опухоли. Естественно, траектория в дальнейшем выстраивается при участии мультидисциплинарной команды, которая состоит из хирургов, химиотерапевтов и радиотерапевтов. Вторичные новообразования, они представляют собой достаточно обширную группу. Как правило, 96% из этих вторичных новообразований составляют метастатическое поражение скелета. Ну вот здесь на данном слайде я представил некую эпидемиологическую характеристику. Ну, первичное злокачественное образование – это небольшая, небольшая достаточная группа и составляет всего лишь около… ну, распространенность – это один случай на 100 тысяч населения. Эти данные коррелируют с заболеваемостью в других странах. А вот вторичное новообразование костей, а именно метастатическое поражение скелета составляет 96%. Ну, на данном слайде представлена патофизиология формирования опухолевого поражения костей. Здесь, ну, вот как раз указана эта теория семя и почва. Метастатическое поражение костей, оно формируется в результате выделения опухолевыми клетками, в результате выделения опухолевыми клетками цитокинов, которые нарушают процесс физиологического ремоделирования костей. В результате вот образуются костные депозиты. Наиболее часто в кости метастазируют – это рак молочной железы, которая частота метастазированной составляет 75%. Рак предстательной железы составляет частота тоже до 75%. Наиболее частые локализации – это поясничные и грудные отделы позвоночного столба, кости таза, ну и чуть реже – это трубчатые кости, плечевая и бедренная. По своей характеристике метастазы можно распределить как остеопластические или склеротические, остеолитические и смешанные, ну в зависимости от механизма их формирования. С метастатическим поражением скелета связывают так называемый симптомокомплекс, который состоит из следующих пунктов. Это гиперкальциемия, патологические переломы, болевой синдром, компрессия спинного мозга и компрессия корешков. Наиболее частым симптомом, как здесь видно, примерно в 80-100% случаях является болевой синдром. Болевой синдром бывает с достаточно высокой степени интенсивности и зачастую бывает плохо чувствителен к известным методам лечения. Эти хронический болевой синдром характерен как раз здесь, в данном случае, вот здесь приведено на этом данном слайде определение, которое дано, что такое боль, и хронический болевой синдром – это длительность его более трех месяцев. Осложнения, связанные с метастатическим поражением скелета, они требуют к себе достаточно серьезного отношения, требуют назначения лучевой терапии в 40% случаев хирургического лечения, в 10% случаев и в 100% случаев назначения остеомодификаторов. Криоаблация опухолевого поражения костей, она может явиться как дополнительной опцией в работе онкологов. Криогенный метод в онкологии, он известен достаточно давно, применяют его уже более 50 лет. По большей части применение его было в виде аппликаций при оперативном лечении костей дополнительных аппликаций. На сегодняшний момент актуальным представляется технология пункционной криоаблации без широких хирургических доступов. Метод криогенной аблации основан на охлаждении опухолевой ткани, в результате чего происходят с ней следующие процессы, которые представлены на этом слайде. Это дегидратация, разрушение мембран, денатурация фосфолипидов мембран, прекращение подвижности, так называемый терминальный шок, прекращение кровообращения в охлаждаемой ткани с последующим ее ишемическим некрозом. На данном слайде представлена структура ледяного шара, который формируется при охлаждении. Здесь выведены цифры 180, минус 180 и минус 40 градусов. На базе нашего центра было проведено исследование, которое как раз установило, что вот эти цифры, здесь как раз и определена зона прямого поражения, что опухолевые клетки как раз погибают при температуре минус 40 градусов Цельсия. Основные преимущества метода. Метод и представляет собой малоинвазивную процедуру. Возможно, лечение как радикальное, так и оказание палеотивного лечения. Возможно, обеспечение криводеструкции труднодоступных опухолей. Метод совместим со всеми известными методами лечения. Метод возможно производить при использовании местной анестезии. Метод способен купировать резистентный к опиатам болевой синдром. Ну и практически нет противопоказаний. Ну и возможно лечение пациентов, у которых есть противопоказания к другим методам лечения. Материально-техническое оснащение. На базе МИС онкологии Петрова используется медицинская криотерапевтическая система, которая запатентована в Российской Федерации. Это система, которая представляет собой систему, работающую на жидком азоте. Система является мобильной, не требует использования аргона с баллонами высокого давления. Используются зонды длиной до 20 сантиметров. Зонды имеют разный диаметр от 1,5-1,5-2,3 сантиметра. Расходные материалы, они многократного использования, то есть что значительно удешевляет стоимость проведенного лечения. И это оборудование может быть использовано в работе с КТ и УЗИ-навигацией. В данном случае представлен как раз набор инструментов, которые его составляют. Справа он обведен красным, это тот самый зонт. Зонт имеет особое устройство, покрыт снаружи золотым напылением. Его камера устроена таким образом, что рабочим остается лишь дистальный участок на протяжении 2 сантиметров. Вот его как раз схема принципиальная. Показания к применению метода. Это гистологически подтвержденные опухолевые заболевания костей. Размер опухолевого узла не более 3 сантиметров. В наибольшем измерении. Почему такая цифра берется? Цифра берется потому, что размер ледяного шара, который формируется на дистальном конце этого криозонда, как раз составляет около 3 сантиметров. То есть таким образом можно просто рассчитать. Наличие выраженного болевого синдрома в месте поражения, то есть локальный болевой синдром, труднодоступные места, которые не позволяют другим методам провести лечение. И наличие противопоказаний, либо неэффективность уже ранее проведенных методов лечения. Естественно, метод имеет свои противопоказания. Это размер больше 3 сантиметров. Вовлечение в опухоль кожных покровов вследствие для избежания крионекроза кожи. Вовлечение в опухоль крупных сосудов и нервных стволов для того, чтобы не вызвать аразивное кровотечение. Прорастание опухоли в стенку полого органа для избежания его перфорации. Ну и опять же, случай, когда невозможно провести адекватный процесс визуализации криоаблации. Ну и общие противопоказания, которые достаточно распространены. Здесь на данном слайде представлена графическая схема этапов функционной стереотоксической криоаблации. Включает первый этап – это амбулаторное обследование, которое проводится по общепризненным правилам, которое включает в себя лабораторное обследование пациента, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию с контрастированием. Значит, пациентам на амбулаторном этапе они заполняют опросники для определения качества жизни. Период дневного стационара, когда пациент поступает, пациенту оказывается процедура в рамках дневного стационара амбулаторно. Ну и динамическое наблюдение, которое проводится в установленные сроки. Значит, первым этапом криоаблации является стереопланирование. Стереопланирование – это так называемое создание карты опухоли и наложение на нее проекции ледяных шаров. Здесь в данном случае производится расчет, сколько потребуется криозондов и под какими углами как их заводить. При этом еще их взаимное расположение устанавливается и взаимное расположение с термопарами, которые фиксируют температуру охлаждения. Следующий этап – это непосредственно проведение самой криодеструкции. Вместе наносят прокол кожи и уже по намеченной траектории, по так называемой директрисе устанавливают интродюсер с пилотным стилетом. Затем вынимают пилотный стилет, проводят трепанбиопсию опухоль для того, чтобы можно было произвести ее морфологическую верификацию. После этого в интродюсер вставляют как раз криозонд или момент вставления криозонда и доводят криозонд до наиболее дистального отдела опухоли и включают режим охлаждения. Это первоначальное охлаждение необходимо для того, чтобы произвести криофиксацию опухоли, чтобы она стала неподвижной, можно было спокойно поставить дополнительные зонды при необходимости. Целевая температура охлаждения центра криозонда составляет 180-180 градусов. После полного охвата опухоли ледяным шаром производят охлаждение в течение 5 минут до достижения критической температуры на краю опухоли минус 40 градусов. Затем включают режим оттаивания. Происходит после прекращения подачи жидкого азота оттаивание опухоли пассивное до температуры на дистальном конце криозонда плюс 5 градусов. После этого цикл заморозки повторяют вновь до указанных значений. После этого включают режим активного оттаивания и зонды извлекают. После удаления зондов на места проколов кожи накладываются асептические клеевые повязки. Если проводилось вмешательство на трубчатых костях и во избежание переломов производят иммобилизацию конечностей. В первые двое суток происходит нарастание отека. Максимальная величина отека тканей до 2 недель. Потом самостоятельно проходит. Коррекция болевого синдрома чаще всего это назначение нестероидных противовоспалительных средств. Здесь на последующих слайдах представлен опыт наблюдения 9 пациентов, которым была произведена стереотоксическая кривоаблация с целью купирования локального болевого синдрома. Наблюдение за этими пациентами проводилось как раз день 01, седьмой день, месяцы 1, 2. На основании этого наблюдения и заполнения ими опросников создавались были построены графики интенсивности болевого синдрома, которые будут представлены далее. Вот такие вот графики. Значит, в день 0 была отмечена интенсивность боли 7-8 баллов, характер боли тупая, факторы усиливающие боль это физическая активность и факторы облегчающие боль это приемы обезболивающих, как правило, наркотические анальгетики. Кроме того, пациенты жаловались на нарушение сна, ну и невозможности выполнения обычных домашних работ, ну и изменения в эмоциональном состоянии в виде плаксивости. Вот как раз на данных графиках показана зависимость интенсивности болевого синдрома в разные дни наблюдения. Как видно, что интенсивность болевого синдрома практически у всех пациентов заметно снизилась к 7-му дню и вместо изначальных 7-8 баллов по визуально-аналоговой шкале она составляла до 4 баллов. И этот результат сохранялся на протяжении 3-4 месяцев. Только у одной пациентки болевой синдром вернулся к исходным значениям, ну и на протяжении 3 пациента вышли из наблюдения по естественным причинам и соответственно остальных опухоли болевой синдром остался на указанных значениях. Ну вот здесь представлены результаты обобщенные, характер боли тупой, боль периодическая и факторы облегчающие боль, там и достаточно приема нестероидных противовоспалительных препаратов. В качестве заключения могу сказать, что применение малоинвазивной пункционной кривооблации позволит снизить прием наркотических анальгетиков, улучшить качество жизни пациентов, восстановить режим сна, бодрствования, ну и уменьшить количество негативных эмоций. Я хочу представить это исследование статьи, которые были проведены на базе медицинкологии здесь. Здесь в этих статьях можно найти все фундаментальные основы объяснения физических и физиологических особенностей данного метода. Ну и пользуясь данным словом, хотел бы просто представить здесь еще контактные данные руководителя направления и если будут возникать вопросы, которые будут связаны с исполнением методики и применением ее с лечением пациентов, то эти вопросы можно будет задавать по указанным телефонам, электронной почте, ну и либо в рамках телемедицинских консультаций. Спасибо.